Слышу голос из прекрасного далёка Слышу голос из прекрасного далёка Он зовёт меня в чудесные края Слышу голос голос из прекрасного далёка Ну, зайдя в сельский магазин, я повстречал сельскую учительницу Валентины Ивановны. Валентина Ивановна как учитель, очень старый учитель, она много лет образовывала лазовцев, учила их, и мы разговорились. Ну, когда стало прохладно вечером, вдруг я понял, что это хороший сюжет, который объединит всех лазовцев, снять его, вот, и поговорить с Валентиной Ивановной. Вот, и она нас объединит, покажем фотографии старые, порассуждаем о жизни, о быстротечности времени. Вот такая мысль у меня возникла, и на следующий день мы приехали, и вот я нахожусь в уютной квартире Валентины Ивановны, интеллигентной. Я вижу на стенах работы Семирадского художника, что мне очень радует. Вот, и, вы знаете, Валентина Ивановна, я за вас говорю, Валентина Ивановна, ну, это как бы вот я ту беседу, которую в прохладную ночь я себе, так сказать, осмыслил. Вы обучали детей, а что такое обучение? Это пару десяток глаз против вас, и смотрят они все на вас. Молодые, энергичные, есть какой-то, наверное, энергообмен, они смотрят на вас в ваши глаза, а вы смотрите на них. И вы видите каждого в отдельности и всех вместе. Более того, вы знаете, как живет каждая семья, какой у них достаток, какие взаимоотношения, какое мировоззрение, уровень порядочности, нравственности, духовности этой семьи. Вы все знаете. И проходит один год, второй год, третий год, и люди взрослеют, и вы знаете все. Это самый компетентный человек в деревне, который знает обо всех все. Не то, что все, а именно все, всю подноготную. Как человек думает, о чем он, на что надеется, менталитет его. Ну вот, товарищи, господа лазовцы, ситуация такая. Я сейчас вам в эфир даю вашего человека, который вас обучал, который вас любит, наверное, и вы, наверное, любите, Валентина Ивановна. Вот. А как звучит красиво? Валентина Ивановна. Это музыка. Вот, вы знаете, волна такая прохладная. Валентина Ивановна. Вот просто вот Валентина Ивановна. Красивое имя Валентины Ивановны. Вот Валентина красиво и Ивановна красиво, а сочетание еще красивше. Вот, Валентина Ивановна, правильно я так вот ввел? Ну, правильно, конечно. В данную школу я приехала вообще девчонкой. Мне было 19 лет. 19 лет, еще никуда я не поступила. Худенькая, стройная. Худенькая, стройная. Не замужем? Нет, не замужем. Еще мальчики, школьники. Люди объяснялись. Вы записываете? Да, да. Приехала я совсем с соседнего села, поступила в педагогической. После окончания педагогического класса направили меня с детками работать. Но большинство приходилось очень тяжело, конечно. Возраст еще молодая. Ну, начинала строить на своих, как бы, сюжетах. Далеко от них не ушла. Притягивала их, привлекала. Заинтересовала. В каком году был первый ваш урок? В 72-й год. В 72-й год, да. Потом, значит, поступила в педагогический институт. Я заучила. То есть преподавала? Преподавала в школе. И одновременно учились, да? Нет, я преподавала в школе. Потом, значит, какое-то время прошло. Потом вышел замуж. Родился у меня сынули. Потом родился второй. И я поступила в педагогический институт. На тренерское образование. Продолжая свою педагогическую, как бы, физкультурную деятельность. Закончила институт и продолжала работать, не заканчивая. Ну, в общем, работала и училась. И так шли годы. С каждым годом становилось все интереснее и интереснее. В селе было очень много детей по сравнению, что вот сейчас в школах. Классы были у нас очень веселые, интересные. Начинать было с нуля. Не было ничего. Мечей у нас не было. Никаких на площадку, чтобы выйти. Что могли мы принести из дома. С тем мы и работали. Еще начиналось так, что скакалочки, например. Скакалок не было. Кто веревочку принесет. У кого что, что есть. Все приносили из дома. Ну, то есть, Валентина Ивановна, вот эти годы, 75-й год, да? Да, вообще было трудно. Очень трудно. И 75-й год, вот если сейчас посмотреть с нашего времени, по большому счету это послевоенные годы. Да. Вот так все равно. Ничего не было в школах. Сейчас что не работать. Сейчас работаю вообще хорошо. В спортивном зале было очень холодно. Детки занимались в спортивном зале в валенках, в куртках, в варежках. Играть нечем было. Бегали, бегали и бегали. На лыжах. Лыжи приобретали сначала мы сами. Родители откуда. Кто мог еще и сам. Как бы, ну, старинные лыжи были. Дедушки там, бабушки из дома приносили. Самодельные, наверное. Самодельные лыжи были. Вот. Но постепенно все происходило как бы своим путем, своим ходом. И стали появляться у нас мечи. А меч такой был тяжелый. Вот помню. Ребенку, если попадешь по лицу и синяк. В волейбол дети не играли. Нечем было играть. Ни волейбол, ни баскетбол, ничем. Все трудности. То, что бег, бег и бег. И занимались бегом из-за того, что в школе было холодно. На улице было холодно. В летний период было жарко, а зимой холодно. Занимались легкоатлетикой. Потом постепенно вошел комплекс ГТО. И с этим ГТО мы ожили. Нам стали постепенно, значит, выделять и бичи, и скакалки. Выполняли нормы. Моя школа занимала одно из первых мест. Сдавая ГТО, одно из первых мест. Дали нам за это комплекс, который находится по сей день на нашей площадке. Весь комплекс мы устанавливали сами, с детьми. В то время был Прокофьев Николай Васильевич, выделил нам сварку. И этот комплекс мы освоили и поставили на спортплощадке. Одна из первых, я хочу гордиться тем, что я одна из первых в нашей школе получила разряд высшей категории. Это уже здесь, уже в 90-е годы, начались разрядные нормы. И мне одной из первых присвоили 15-й разряд. За что я была награждена грамотами, приглашенная была на районные соревнования одни из первых. И уже здесь, после этого, как заслуга моя, конечно, оказала, увидели меня, стали мне выделять спортинвентарь. И здесь одной из первых мне дали пластиковые лыжи. Пластиковые лыжи это было вообще во всём районе очень и очень мало. 15 пар. В школе было у нас 83 человека. 15 пар – это что? Ну, конечно, всё-таки определились. И так у нас постепенно всё стало лучше и лучше. Что мне хотелось сказать? У нас в школах, в маленьких школах, очень дружеские отношения сочетались с сёлами. В каждое село мы общались, дружили с Новыми Ключами. С Ерзовской школой, Полуднёвской школой. Все соревнования проводили по очерёдности, по сёлам ездили, по школам. Это вот, конечно, осталось у меня в памяти. И дружбу детей сформировали. И встречи вот так вот детские, они очень сильно отразились, когда уже прошло время. Сейчас встречаются детки и вспоминают вот это всё. Ну, что ещё можно? Валентина Ивановна, вот Вы сейчас рассказывали, и было видно из Вашего рассказа, что материальное обеспечение школы улучшалось. С нуля, с нуля. Ну, тут такая вот взаимосвязь. Материальное благополучие школы улучшается. Ну, я так предполагаю, что в те времена, когда были деревянные лыжи, когда было холодно, народу было больше в деревне, да? В деревне было, классы были большие. Они были весёлые, жизнерадостные. Весело, интересно было. Энергии было больше, сельское хозяйство работало. Да. И вот Вы, как никто другой, знаете проблему изнутри сельского населения. Население деревни стареет, классы пустеют. Классы вообще сейчас маленькие. Вот. И я бы хотел сказать, чтобы Вы рассказали людям, которые сейчас живут не в Лозовке. Вообще, как жила Лозовка? Что с ней произошло? Вот. Какими-то общими мазками изнутри, с точки зрения педагога, рассказать, а что, собственно, произошло. Не глазами производственника, а глазами воспитателя, учителя. Как деревня дошла до того положения, в данном случае Лозов, в котором она находится. До улучшения, да. Ну, материальное обеспечение, можно сказать, что оно лучше. Ну, вот, внутреннее, по количеству детей, по их здоровью. Что сейчас происходит? Состояние здоровья детей постепенно, конечно, наоборот, стало ухудшаться. Раньше были дети крепче. Вот. Занятия проводились как-то с интересом. После этого интерес у детей стал пропадать, и здоровье у них ухудшалось. По нормам, по разрядам у меня даже есть один сборничек, там, как результат. Я учитывала здоровье. Но это какой-то промежуток времени. А потом опять наступило такое время, желание детей, что ли, появилось. Встали опять, дети взросли. В общем, здоровье улучшилось. Данные качества, качество здоровья улучшились. Вот это вот. Все-таки нормы ГТО. Нормы ГТО какую-то роль играли. А вот смотрите, как вот рассматривать в целом. Вот в доме заведется алкоголик отец, и семья проседает, люди болеют в семье. Да, семья большая. Отец. И вся семья страдает. Но отец семейства большого, семья страдает. Потом отец перестает пить, берется за ум, и семья становится богаче, дети жизни радостнее. Это так, наверное, да? Это так. И вот вы как педагог чувствуете, вот у нас в стране завелся у нас Борис Николаевич Ельцин, который «Калинку-малинку» танцевал. Вот. И страна грабилась, все выносилось, и дети, и демография вся просела, и проблемы были. А вот появился собранный волевой президент Владимир Владимирович, и все налаживается. Вот вы эту параллель можете провести? Так оно? Так оно и есть, наверное. Так оно и есть, да? В семье всегда начинается… Вот государство – это большая семья тоже. Вот. То есть у нас сейчас… Вы ощущаете тенденции положительные с появлением президента? Или мне так кажется? Вы только вот говорите искренне, то есть, ну, себя не обманывайте, других не обманывайте. Ну, скажите, ну, как сейчас происходит? Вот вы ощущаете вот это дыхание политики большой на вашу маленькую деревню, что вот была политика партии, то есть этого Бориса Николаевича Ельцина на разграбление страны? Кончилось? Налаживается или не налаживается вообще от ощущений изнутри? Наверное, сейчас все-таки с каждым годом все стало улучшением. Я почему только могу затронуть школу, например, или по отношению к силу. Может даже не во всех тенденциях это улучшилось. Не во всех тенденциях. А демография как сейчас поднимается? Как вообще? Количество детей все так же? Количество детей уменьшилось очень намного. У нас вот в школе, если 20 детей есть или нет ли их. Вообще во всей школе? Во всей школе. Я пришла работать сюда, у нас было 130 детей. А сейчас сколько? А сейчас, наверное, 20 или 18. 130 и 20. 130, да. 130 и 20. У нас вот село было, там вот поселок, ну, одна улица. В каждом доме были по 5, по 7 детей, по 4, по 3. У нас даже каникулы проходили, вы знаете, когда, не вовремя, как положено, а из-за того, что там мост у нас разливался, отпускали, равнялись на них, что детки не могли прийти в школу, что там разливалась вода. Там их было человек 60, проходили с той улицы. Только с одной улицы. Классы были большие, по 20 человек, а сейчас 1-2. Даже одного класса вообще нет. В школе вообще нет. И с каждым годом все хуже и хуже? Меньше и меньше. Сейчас детки возят в третью школу, там двоих или троих. У нас была школа, одно время было лет 5. Наверное, была школа средней. Даже у нас так 9 всегда класс был, 8-9. Когда вот тенденция вот эта изменилась. Два года. А потом остальное уже стало. То есть за наш век мы видим, как у нас была Сталинка, как была деревня Никуленка, Дунаевка, Подколка, Березовка. И вот они вдруг слились в Лозовку, а теперь Лозовка сама худеет, исчезает. Лозовка сама, вроде как по населению, не очень-то она теряется. Молодежь, конечно, тяжело сейчас, работать негде. Кто-то желает, конечно, выезжает куда-то работать. А такие, которые пьют. А пьющих много? Я даже не знаю. Ну, есть. Вы говорите, потому что вопрос не я задаю. Вопрос задает тот, кто сейчас сидит там у компьютера. И он где-то далеко от Лозовки. И ему интересно, как живет Лозовка. Хотелось мне, чтобы вы им рассказали, как живет Лозовка. Вот вашим ученикам, кому мы мяч давали, кому там соревнования, нормы ГТО сдавали. Вы расскажите им, как живет Лозовка. Неформально. Вот по-домашнему расскажите, как она живет. Я не знаю, как живет. Лозовка по сравнению с соседними селыми, я хочу сказать, она еще у нас процветает. У нас есть все. У нас есть клуб, который работает. У нас хорошая церковь. У нас работает бухгалтерия правления. Колхоз у нас очень хорошо стоит на ногах. Но он уже не колхоз, а синька. Вот золотарев там у нас товарищ. Ну, я хочу погордиться. Я сейчас пожилая уже, конечно. Мы занимаемся уже пожилые бабушки. У нас свой кружок, мы ходим поем, мы танцуем, мы выступаем, ездим в соседние селы. А вы репетировать когда будете? Только еще начинаем с первого сентября начнем. А сейчас у нас каникулы. Вчера мы ходили. Снять бы, показать Лозовцам, как вы будете петь. У нас есть. Лозовцев было много. Они же не исчезли, значит они разъехались. И они сейчас смотрят на вас. Пожилые сейчас стало. Сейчас много очень в селе. Кто у вас учился? Вот эти 60 человек, которые не могли там через речку. Здесь у нас очень мало сейчас осталось детей, которые учились. Все разъезжаются кто куда. Кто куда. Ну, приезжает, что хочу сказать. Вот вы рассказываете про Сережу, про Попова. Их класс, их было 24 человека. У них такой хороший был организатор Сухарев Сергей. И вот недавно они собирали свой класс. У них был юбилей. Как было приятно. И нас приглашали. Я была как учительница у них там. И директор школы Виктор Петрович присутствует. Есть класс, который собирается через какой-то промежуток времени. Общается, встречается. Устраиваем вечера в этом, в школе. Вечер встречи выпускников. Уважаемые лазовцы, я обращаюсь к вам, чтобы у вас было чувство корпоративности. Чтобы вы несли звание лазовца через всю жизнь. Если ваше детство здесь прошло. Или вы каким-то образом приросли к этому селению. Чтобы вы знали, что вы лазовцы. Чтобы было взаимопонимание, взаимопомощь. Тем более интернет это позволяет. В интернете как-то вот кучнее держались. Ведь что такое счастье? Это соучастие, сопричастие. Быть частью единого целого. И вот единым целым может быть вот эта вот корпорация лазовцев. Вот мы лазовцы. Мы здесь вот жили, мы учились. Вот наш учитель. Вот это... И что такое физкультура? Это вот все уроки идут, а физкультура это особые мероприятия. Когда все вдруг сливаются в едином экстазе какого-то соревнования. Это дух какого-то единства. Это когда физически люди возбуждены. И делают одно дело. Устают где-то может быть. А потом на других уроках они бодро воспринимают тоже математику, физику. Отдыхают там сидят. Но физкультура в деревне это главный предмет. И крайне необходимо физическое здоровье. Потому что работа физически. Да и вообще физическое здоровье оно на первом месте стоит. Вот. Поэтому мы продолжим беседу. Ну вот я хотелось бы чтобы наша беседа происходила так. Чтобы лазовцы, которые где-то там далеко и сидя у себя там за компьютером. Они вдруг немножечко оказались рядом с вами в вашем селе. И тем более мы призываем к чувству корпоративности. Вот она корпоративность. Вот фотографии у меня лежат. Вот видите. Вот фотографии. А сколько здесь людей, да? Они все вместе. Вот это молодость. Вот это жизнь. Вот она начиналась. Начинались все рождаться у каждого своя надежда. Вера в какое-то светлое будущее. Вот. Вот они фотографии. Вот это корпорация. Вот это лазовцы. Вот они все вместе. А потом они разлетелись. Вот это ваш старый учитель. Мы общаемся. Я вам показываю его. И давайте будем все дружно общаться в сети. Вспомните, как у нас были поездки. Почаще приезжать сюда. Почаще ностальгировать. Раньше у нас очень было хорошо насчет поездок. Каждое лето мы с детками куда-то выезжали. Организовывали группы. И нас поддерживали. За счет кого мы ездили. Я даже... За счет государства. Ясно. За счет государства кто-то нас поддерживал постоянно. Мы в год обязательно куда-нибудь в дальние. И при Балтик ездили. В Белоруссии ездили. Везде мы ездили. А сколько раз были в Москве. А сколько раз ездили в Ленинград. Очень много. Детки, наверное, остались довольны. И вот они нас сейчас вспоминают. Будучи взрослыми вспоминают, как они ездили. Валентина Ивановна, вот я знаете, что думаю? Это мое убеждение. Что человек, который имеет ностальгические чувства, это хороший человек. А человек без ностальгии, это плохой человек. В каком смысле плохой? Жестокий. Человек бесчувственный. А вот человек хороший, он вдруг скажет, о, Валентина Ивановна, лозовка. И начнет вспоминать, растрогался, я вот, эх, лозовка. Смечается. Да, где-нибудь там приехать бы, да некогда, дела. Но вот он хороший человек. Потому что это чувство, это чувство дано человеку ностальгии. Господь создал это чувство ностальгии. И если человек обладает этим чувством, то он богатый человек. Потому что он вспоминает, он свое сознание расширяет. В нем вмещается и утро раннее, и когда солнце восходит, и закаты, и коллективные походы какие-то, и сиденья у костра, и поездка куда-то в другой незнакомый город. Когда колеса стучат, в вагоны все сидят, смотрят, и Валентин Ивановна ходит по вагону. Все говорят, смотрите, никого бы нам не потерять, чтобы все вместе приехали и уехали. Вот и проблем не было, и все потом приезжают и долго делятся впечатлениями, как они ездили. Вот это чувство ностальгии. И ребята вспоминайте Валентину Ивановну почаще, вспоминайте свою школу, деревню вспоминайте. Вспоминайте друг другу, общайтесь. Приезжайте в гости, просто приезжайте. Так это на машине везде проехать, посмотреть, там на пригорке посидеть, где с горки катались. В школу зайти, пройтись по коридорам, вот. К Валентину Ивановне заехать, сказать Валентину Ивановну, вот мы. Отчитаться, как прожили жизнь, что достигли, стали ли начальниками, а может не стали. Может быть просто честно жили. Много есть начальники, есть такие хорошие детки вообще. Вот, Валентин Ивановна, вот как сейчас эта жизнь продолжается? Как живет Вазовка в том смысле, что как дети-то с миром контактируют? Они путешествуют или они все сидят в компьютерах? Да большинство сейчас детки, наверное, около компьютеров. Но есть такие, конечно. Сейчас нужно большие затраты, чтобы куда-то поехать. Большинство, наверное, отдыхает как по своим затратам. У кого какие затраты. Ну а вот край родной. Вы здесь путешествуете, у вас есть какие-то маршруты? Мы нет. Нет, ну раньше путешествовали, предположим, с ночевкой пойти там. Да, конечно. У нас были походы, у нас были соревнования. А куда походы? В поход ходили мы. И в Никуленку ходили с ночевой, и в полудни мы ходили с ночевой. И выезжали у нас. Тимошанин друг был. На байдарках по нашу, по кинелю. И далеко можно ехать на байдарках? Да, до Ерзовки мы плавали. Ерзовка это вниз или вверх? А, вниз лучше спускаться, чем подниматься. Да. Мы общались дружно. В детстве река широко разливалась. Сейчас развивается? Намного шире было, да. Сейчас развивается так же? Да нет, сейчас уже столько воды нет. Но и то вот в этот раз мы посмотрели. Намного меньше. Помните как-то льды? Льды. Как они идут? У нас, представляете, на нашей улице, вот мы только получили квартиру, на нашей улице вода, вот я живу 4-й дом, вода приходила сюда и заливал погреб. И эти все дома плавали. А льды? Льда здесь не было. А вот там вот, в Самодуровке, на Октябрьской, я замуж вышла на Октябрьскую, там у нас лёд даже до крыльца приходил. А такие, знаете, льды такие, да? Высокие были. И вот та улица, которая деревня, ее вообще можно было не видеть. Я пошел в первый класс здесь. Снег, снег. Первый класс пошел, случай интересный расскажу. Вот, короче, первый класс пошел я. Мы жили вот на центральной улице. Центральная называется, да? Центральная. Это Сережка Сергеев, Сережка Попов, Крылатова, Краснощёкова, Подшиванова и другие. Ну, это вот эта улица центральная. И у нас была своя улица, и мы как-то все вместе дружили, и у нас был такой замкнутый коллектив, и никто нас не обижал. Все было как бы в гармонии. Да, раньше вообще не обижал. А потом я пошел в школу, первый класс, и возвращаюсь со школы-то. Какой-то мальчишка со второго или третьего класса пристал ко мне, портфелем меня бьет. Насилие надо мной производить. А я не привык к насилию. Я что ему сделал, что ли, он у меня идет и бьет. Сильный, понимаешь ли, у меня слабого. Ну, я не считал себя слабым, но он все-таки в третьем или втором классе. И, короче, он так идет вот туда вот, где магазин, а это вот начинаются вот эти вот дома-то, как их называют. И он туда ушел за сараем. А здесь брикет лежал. Я взял брикетину, как запустил через сарай. Брикетина полетела, и я ему бах-поглоил. А я не видел. Это за сараем там. И дальше иду себе спокойно. Он вылетает из этого сарая. Ну, оттуда спортсмен бежит за мной. Ах! Я попал. Я бегом домой. Прямо аж за дверь все-таки успел забежать. Вот. И закрылся. Ну, короче, наказал я его. Совершенно случайно. Вот я втянул брикетину, брикетина перелетела. А он уже зашел за сарай, уже забыл. Вы знали, кто он? Да ну, какой он? Кто он? Чего? Побил меня? В то время знали вы. Нет, я не знал. Детская память такова, что обиды не помнишь. Никого не помнишь. Нет. Ну, вы в то время, когда уже на следующий день. Я его не знал. В школе. Он про меня... Нет. Он перестал ко мне приставать. Да и как-то не актуально было. Жил я своей жизнью. Я тут же забыл, что он вообще это был. Была проблема такая. Я продолжал жить, но он был наказан. И потом, я когда вспоминал, мне было очень смешно. Как это я... Если прицельно покидал бы, я еще, может быть, попал. Не попал. А он зашел туда за баню, за сарай, за это. Потом я кинул, перелетел, и моего обидчика наказал. Наказал. Мне так обидно было. Что это он меня бьет-то? Я иду домой, мне некогда. Это в каком году вы в первом классе учились? В 71-м, 72-м, 73-м, где-то так. И как-то вы знаете, я насильно с собой как бы не хочу терпеть. И вот я ничего плохого не сделал. Но он был наказан, и это было смешно. Ну вот здесь, в Лазовке, как бы протекала жизнь, детская жизнь наполна кукурезов и забавных случаев. И я думаю, что вы можете много рассказать забавных случаев. каких-то анекдотических. Вот поэтому я хотел бы, чтобы вы рассказали ребятам. А о чем можно рассказать? Ну неужели вот не было таких случаев-то смешных? Когда зло было вдруг наказано неожиданным образом? Или еще какие-то случаи там? Да-с-с-с! Ну как же как-то все выглядит! Ну в каком можно случай рассказать? У нас была Зарница, не хуже, как рассказываете. Была Зарница, два батальона. В подготовку ввели мы, значит, к Зарнице. И два батальона готовились, готовились. Одна группа получилась посильнее, а вторая группа – батальон красных, батальон синих. И синие проигрывают на игре. А всегда у них был... Они сильнее шли. И вот красный батальон решил им устроить тёмное. Вырыли трассу, снег расчистили и вниз там сделали подкоп. И вот они когда... Они их пригласили. Давайте пойдём, посмотрим, как там обстановка. И вот этот красный батальон заходит, и раз, они их накрывают снегом. Прямо вот так дружно у них получилось. И зарыли их. Десять человек. И стали возмущаться. Почему мы должны проиграть, почему мы должны проиграть. А те десять кричат, больше не будем вас обижать, больше не будем вас обижать. Лучше будем проигрывать. И вот этот у меня остался. И такие все взрослые детки остались вот там, в этой траншеи. А эти малыши скомбинировались и ехать на хитрость. Много было интересного, конечно. Соревнования проводили. Соревнования были у нас классные большинство. Весёлый старт. Весёлый старт проходили всей школой. Делились на две группы. И весёлый старт. И до улицы проводили весёлый старт. И весёлый старт проводили в зале. День бегуна проводили. С курильщиками боролись с курильщиками? Курильщиков у нас в то время как-то не очень много было. Ну, курил кто-то. Ну, один, если там украдкой где-то. А так нет, курильщиков не было. Я вот не замечаю. Не замечала. Всё как-то у нас выдавалось в учительской. Мало было курильщиков. Может, они и курили где-то за углом. Но мы не знали. У нас случай был такой. Вот центральная улица. Собралась вся улица. И давай в прятки играть. Играем в прятки. Кто-то там водит. Как там? Закрываем глаза, кричит. Там. Бей, бей, воробей. Как я пойду, что-то там. Так всех найду. Найду. Всё, значит, встали. А мы на команду поделились. А тут кино привезли. Ну, погоди, там мультфильмы и ещё что-то. Ну, короче, мы это самое. Они спрятались. Мы побежали прятаться. А они это водят. И мы раз все убежали в кино. Кино смотреть. Серёжка Сергеев, Серёга Попов. Мы всей командой бежали в кино смотреть. А те нас остались искать. Мы кино посмотрели, приходим. Что, нашли нас? А мы кино смотрели. То есть им так обидно было. Оказывается, кино привезли туда. А мы кино пошли смотреть. А они нас искали. Да, раньше выступали друг в другу. Команда, например, футбол играла. Команда, значит, деревни. Команда центральная. Команда наша, озёрная. Вот даже после, вот не очень давно выступали. Они играли в футбол. А сейчас в футбол-то придут играть со всей деревни. Две команды, пять-шесть человек больше нет. Сейчас детей очень мало. И то, если приезжие в летний период, у детки приезжают. Наших уже детей, детки, внуки. Валентина Ивановна, вот в деревне мало детей. Вот в Москве строят дом. Такой дом строят. Там 10 лозовок таких поместится. Я думаю, откуда людей-то взять, чтобы заселить в этот дом. Вот, наверное, всё-таки лозовцы и другие уезжают туда. И вот проблема всё-таки, наверное, комплексная, безусловно. Это не только касаемо какой-то политики областной, районной. Это стратегия развития государства. Это внешнеполитические какие-то проблемы. Это торговля международная, сельскохозяйствами, какими-то ценностями, культурами. Я не знаю, чем там они торгуют, когда работник на земле не нужен становится. Всё можно закупить. И в результате получается, что деревня, конечно, умирает. Но я хотел бы, чтобы не умерла корпорация Лозовка, чтобы все, кто разъехались, общались между собой в интернете. Вот поэтому мы призываем всех. Ребята, вот мы вас консолидируем как можем. Вот смотрите, мы с Валентиной Ивановной сидим. Валентина Ивановна, беседуем, да. Вот для вас ведём беседу. Вот. Но надо признаться, я хочу сказать, что на улице так жарко, что вот мы сидим, откровенно говоря, так тяжело вообще разговаривать, потому что сейчас уже сколько? 12 часов. Самое пекло. На улице 37-38 градусов. Вот какая температура. Воздуха не хватает. Вот. Ну, Валентин Ивановна, давайте продолжим, чтобы они знали, что нам тут трудно, жарко. А у них, может быть, там прохладно, сейчас уже дожди идут, когда они нас видят. А нам тут вот жарко. Валентин Ивановна, ну, расскажите ещё, как вот раньше всё-таки было весело-то? Мне вот интересно, вот эта вот пропорция, когда, как говорится, был я беден и... Богат не стал. Нет, был беден, но был весёлым, понимаете? Вот была здесь жизнь, люди были весёлые, были общительные, были щедрые, общались, уважали друг друга, а стали богаче, замкнулись. Каждый своё. Да, вот раньше была проблема такая, мы как бы вот рассуждали о западной культуре, о культуре России, и проблема Запада – это отчуждение. Вот такая тема отчуждения. Люди отчуждаются. Нету чувства коллективизма. И Россия всегда отличалась тем, что народ коллективно живёт. Чувство коллективизма у нас развито, мы сплочённые, мы счастливые, потому что мы общаемся. Коллективные игры, физкультура, которая нас объединяет, походы, труд коллективный. Просто люди общались вечерами, когда вот жара спадёт, на заваленках сидят, общаются. Ну, а сейчас проблема – проблема отчуждения. Люди уходят в себя. Живут не в доставке. Замкнутые. Я не знаю насчёт досадка. Вот тот недостаток, который был раньше, когда обуть нечего было. И тем не менее, как-то жили вместе, дружно. И сейчас говорят, бедно живём. Ну, тут проблема не в том, что бедно жить или богато жить. Люди живут. И когда смотришь на деревню, вот у каждого дома, как вши, вот, блин, на голове эти машины стоят. Вот у каждого дома по несколько машин. Да и на марке стоят. Вот они плохо живут. А машин-то полно. У каждого мотоблок. Сытые, довольные, есть что-то поесть. Я не думаю, что в этом главная проблема. Проблема в другом главная. Будете вы сытые, будете вы всё. Ну, проблема в том, что земля вам не принадлежит. Это, ладно, это отдельная тема. А самое главное, что воцарилось отчуждение. Нету чувства коллективизма. Нету вот единения народа. Нету вот доброты, что ли, нету. Снисходительности, сочувствия нет. И вот в этом-то вся проблема. Поэтому, Валентина Ивановна, вот когда я думал о нашей встрече, и что вот построить беседу вокруг того, чтобы в результате нашей беседы люди поняли, что самая главная ценность человеческой жизни – это доброта. Вот мой любимый мультфильм – это про кота Леопольда. Вот самый мудрый, хотел сказать, кот на земле – это Кольт Леопольд. Давайте, ребята, жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. Любить друг друга. Вы знаете, я раньше думал, как это вот Кольт Леопольд едет на велосипеде, песни поёт и всех призывает, ребята, давайте жить дружно. Ведь это скучно, а ведь надо, можно и поскандалить, можно повоевать. Чтобы это весело было-то. А вы знаете, через некоторое время понял, что жизнь короткая, что проблем уважаемые люди и без того много – отсутствие здоровья. Жизнь короткая. Тут и зубы, тут и это начинают родные умирать. Стрессов достаточно в этой жизни. Более того, я хотел бы сказать, что и хлеба достаточно, чтобы насытить себя. Важно, чтобы люди жили дружно, уважали друг друга. Есть вода в кране. Взял стакан воды, поставил. Есть кусок хлеба, поставил. Соль. Всё. У тебя есть на чё жить. Ты богатый человек. В условии «богатый» есть слово «бог». И когда тебе есть что поесть, хватит свою гордыню обострять. Вы понимаете, от чего вот это отчуждение происходит? От того, что гордыня возникает. Вот у него это есть, а у меня этого нет. У тебя есть хлеб, у тебя есть стакан воды. Всё. А давайте жить дружно. Зависть. Зависть – это продукт гордыни. Да, продукт гордыни. И поэтому, какое счастье в детстве было. Вот он меня оттунскал этим портфелем. Я его брикетиной офигачил, а на следующий день я забыл. Нет у меня злобы внутри. Я опять такой же мальчишкой ходил и радовался жизни. Я забыл вообще, я не знал, как его зовут, и не ждал от него возмездия какого-либо. Я забыл о нём, о его существовании на следующий день. Да тут же поел, поспал и забыл, что я его брикетиной там офигачил. Вот. И поэтому хочется сказать лозовцам, может быть, лозовцы друг другу будут добрее, щедрее, открытие как-то. Ведь как это здорово, когда есть духовное тепло, душевное тепло, когда люди вот говорят, а вот у меня есть малая родина, там есть небо, там есть поле, там есть храм, там есть моё милое, дорогое детство. Что я могу прийти. Порное молоко, школа, урок физкультуры, Валентина Ивановна. Есть радость победы, радость, горесть поражения, но это жизнь. Есть счастье бытия, и вот это счастье бытия, оно заключается в том, что человек живёт не своей жизнью, а жизнью своего товарища. Сочувствует ему. И тогда её жизнь переполняется, он не становится придатком телевизора, а всё-таки есть какое-то тепло, тепло его бытия, его жизни. Настоящее счастье. Поэтому, Валентина Ивановна, я встречаюсь с вами, и хочу, чтобы ученики ваши, которых вы так консолидируете, своим даже присутствием, ну всё-таки прислушались к отцу Леопольду, к великому мудрецу, и были добрее, и друг другу добрее, и чтобы вот это отчуждение, которое изъело Запад, когда охладило, когда они улыбаются и говорят, как дела, как дела, ну как только начнёшь о делах рассказывать, они говорят, всё-всё, нет, это форма речи, как дела, чтобы в конце концов спросили, как дела, и посочувствовали, и помогли, и помогли, как могли. Поэтому, поэтому я хочу, чтобы хоть какая-то часть людей, которая в сети объединена, тысячи, может быть, две тысячи людей, стали на миг счастливее, что ли, от того, что вот они сейчас нас видят, и чтобы они поняли, осознали, что они являются частью корпорации Лозовка. Нашей Лозовочки. Да, нашей Лозовочки, Лозовушки. Вот этой речки, вот этой школы, да, вот эти старые имена наших председателей, там, Гаршин, да, и вот... Прокофьев. Да, 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 да. Все. Ведь это здорово, когда у тебя есть точка прикосновения, соприкосновения, где вот все могут собраться и сказать, что вот я могу приехать, и мне там тепло будет на мгновение. Где-то там есть, э, Лозовцы, мы все вместе с вами, давайте, дружно жить, общаться. Правильно, Ира Семеновкина? Да, да. У меня вот впускной класс, это как раз он и был первый. Это у детки 74-го года. Их у меня было в классе 22 человека. И еще продолжаем, продолжаем встречаться, у нас некоторых уже живых нет, встречаемся, объединяемся, гуляем, отдыхаем, куда-то накинели. Ну вот, Валентин Иванович, я же не случайно сказал, что хороший человек это тот человек, который способен ностальгировать, способен пролить слезинку вот о своем вот так ушедшем детстве, о том счастье, который вот, в котором он находился и присутствовал, да? Много таких людей приезжают? Очень много. А бывает, вот так вот приехал, что сюда приехали, там, в магазин зашли там, да, мы здесь жили, а, жили. наш, Валентин Иванович, привет, привет, как дела, чё, как, у меня очень много. Я всегда, как бы, с детками общалась на равных, я никогда не задавала, что я там учитель, со мной разговаривали, там, на одновы, я всегда любила детей, всегда любила, для меня дети, это всё. Ну вот, приезжают люди, такие, блудный сын, такой, ну, были такие классические моменты, люди, гулянчики, нет, я имею в виду, человек, который уехал с Лазутки, и долго его не было, и вот этот блудный сын приезжает, и говорит, Валентина Ивановна, меня так долго не было здесь, я вот появился, я вас и не узнал, но вот он приехал, ностальгирует, говорит, я приехал сюда. Как дела, как чё? А потом поладится, и уже часто приезжает. Были такие, да? Были, были такие. Нет, ну что, были, есть такие, наверное. И есть, и есть. Некоторые раз встретишься, даже не знаешь, кто он, потом, значит, ой, я учился в этой школе, это прошли 40 лет, представьте себе, 40, изменились, уже детки выросли, у них уже и внуки есть. Ну, вспоминания, конечно, остаются всегда тёплые. Вспоминания всплывают вот только добром, когда-то где-то чё-то, он отличился в чём-то. А если был хулиган, ну и что? О них ещё больше помнишь. Они очень были такие, не в обиду сказать. А Валентина Ивановна, как у вас здоровье? По-всякому. По-всякому? Ну, ваша физическая подготовка всё-таки сказывается? Вот она отразила, что он без ног остался. А, то есть, нагрузки, да, большие? Большие нагрузки, и плюс к тому, всё-таки, гоноротрос у меня даёт своё знать. Ну, я так вот смотрю, у всех тренеров, спортсменов, те, которые профессионально работали. Всё-таки... побегали, небетишки побегали в классы, да? Класс, а мы на улице. Всё на улице, новый класс, ещё и ещё, да? По пять уроков было. И у нас в школе был очень холодный зал, очень холодный зал, что мы на улице вот занимаемся в холоде, и в зале. Он никак не говорили, что надо как-то утеплить его там? А, не было средств. Вот сейчас сделали в спортзале, хорошо сделали, пластиковые окна ставили, конечно, что там не работает. Сейчас бы ещё побольше учеников, и вообще было бы хорошо. Всё, ну я уже не работаю. Нет, ну я бы для них было бы хорошо. Вот. Да сейчас они объединённые классы, там в классе, если три класса объединят, шесть детей, весь класс. Как Никулинка в своё время, да? Или Дунаевка, со Сталинкой. Да. Сейчас вот работать бы, можно было. Уже прошли годы. Сейчас всё есть. Сейчас спортинвентарь, какой только есть, в наличии, в городах, в больших школах, всё есть в деревенских школах. То есть доступен, да? Всё доступно. Всё даётся, всё привозится, всё выделяется. Спортивный форум, я помню, дали мне за первое место, спортивный форум, я лет 15 носил на одни с ним, вот постираю, повешу на другие соревнования, чтобы уже эти 10 лет... То есть ваша униформа, тоже как бы, чтобы вы представляете... Футбольная у меня команда была, и вот дали мне за футбольную, так как я заняла второе место в районе, дали мне спортивный форум, трусы и футболки. Я с этими трусами, футболками 10 лет. Одни снимают, другие одевают. Пока шла у меня группа, волейбол тоже, на соревнованиях всегда ездили. Так они же всё порвут, они же такие. Нет, костюмы были очень хорошие, мы добротно относились, я их ушла, еще со школы передала. Спортивный форум. А сейчас что? Сейчас выступили дети, где-то на соревнованиях, им дают, им форум дают, и лыжи дали, и всё у них есть. А у нас в то время не было ничего, и работать нечем было. Работали, что только могли принести детки. Или сложиться купить, или мы учителя сами покупали, для того, что работать нам нечем. А потом постепенно начали, постепенно начали давать, выделять. И то там, если в вашей школе результатов нет, то вам меньше. Если там в других школах есть результаты, значит, это сам. У нас школу выравнивали, что вот первая школа, например, Черкасская, у них там 2000 детей, а у нас 100 детей. И мы соревновались, на соревнования приезжаем, что мы по лёгкой атлетике выступаем, по возрастным. Что они? Они из 400 детей выбирают, а мы всё равно из 30 детей выступали. Конечно, у них возможность была больше. То есть это всё-таки сказывается? Сказывается количество детей. Да, количество детей сказывается. На соревнованиях отличий не было. Возраст детей был. Но если в классе у них 30 детей, а у меня 10 детей, я из 10 должна команду привезти, а они из 30. Это разница большая. Ну ничего, мы не падали духом, конечно. У нас всё было тоже хорошо. Наши старания, наш сплочённый коллектив всё равно не отступали. Мы работали. Вы не записываете? Записываем. Ну, уважаемые зрители, нам уже пора ехать. Мы сейчас завершим разговор. Попрощаемся с вами. Но всё-таки я призываю вас быть дружнее в сети, больше общаться, не забывать про Валентина Ивановна, не забывать свои лучшие годы, проведённые в Лозовке. Ну, любить Лозовку. Я всегда призывал любить Лозовки. И вот эта любовь к Лозовке должна нас всех объединять. Любить Лозовку – это значит любить своё детство. Любить своё детство – это значит ностальгировать. Ностальгировать. И вот это великое чувство ностальгии делает человека богаче. Чтобы вы были богаче, чтобы вы были нравственнее, чтобы вы были духовнее, честнее, порядочнее. Чтобы вам легче жилось, чтобы вас не отягощали какие-то мрачные дела, мрачные мысли. Гордыня вас как-то не тревожила и не омрачала. Потому что жизнь прекрасна. У вас есть ваша жизнь, ваше детство, ваша юность. Чтобы меньше было трудностей. Чтобы трудностей будет, пускай сколько есть, чтобы вы их легко преодолевали. Самое главное, чтобы вы были счастливы, чтобы была наполненность, наполнилась вашей души. А душа, она живёт в деревне, в деревне Лозовка. Когда вы будете обращаться к Лозовке памятью, вы будете обращаться лицом к душе своей, к памяти. Потому что память, она и формирует душу. Это воспоминание ума, воспоминание сердца. Я вообще рекомендую вам, лозовце, заниматься одним делом. И, кстати, вам и всем. Включайте хорошую музыку, ложитесь, расслабляйтесь. И отдыхайте. И отдыхайте. Но, когда вы отдыхаете, вы начинаете вспоминать, например, 1975 год. Помните ли вы 1975 год? Или, например, начинаете по волнам бежать, например. Вспомните все вечера, которые вы переживали в жизни, в Лозовке. Вспомните, когда таял снег первый. И вот побольше вспоминайте. И вот вы ложитесь, расслабляетесь, отдыхаете. Но, когда вы полностью расслабитесь, расслабитесь, вы должны, утонуть в воспоминаниях. Поплыть по волнам воспоминаний. И когда, чем больше будете расслабляться, тем будет больше приятная музыка. И чтобы у вас ассоциативные ряды были. Например, вспоминаете запах сигарет, клуб, запах духов, одеколона, фильм какой-то идет. Потом вдруг вы вспомнили дорогу, потом башню вспомнили, вспомнили, как купались, как в поход ходили. И вот у вас какая-то цепочка этой памяти начинает начинать вас тревожить. И чем вы больше будете обращаться к себе, к своей душе, тем вы будете более богаче. И дольше проживете. Потому что у вас будет интерес к жизни. Потому что вы окунетесь в то время, где интерес к жизни у вас просто кипел. А сейчас он немножко подвял, но вы обратитесь памятью к тому детству, к тому времени, и тогда у вас проснется интерес к жизни. Аромат этой жизни. Поэтому практика такая, когда вы ложитесь, ну человек устал, лег и заснул. А ты не засыпай. Ты скажешь, а попутешествую я по своему пятилетнему возрасту, что я помню, когда мне было пять лет. А ничего не помню. Ах, нет, 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 помню. Помню нам хлеб принесли, печеный. Так он пах, мать нарезала, мы ели. Я пил молоко. Вспомнил, да? И вот это самое дорогое, маленькое воспоминание, оно так согреет. И вот так каждый день, и вдруг потом легче и легче будет, и твой мир раздвинется, и станет широким, и большим, и объемным. Это очень важно. Это всем советую. Вот так вот. Спасибо, уважаемые зрители. Валентина Ивановна, скажите что-нибудь на прощание вашим ученикам. Мне бы хотелось поблагодарить детей, учеников, за такое активное, как бы, наше согревающее, согревающее, ваше согревающее детство, наши, наши встречи, наше соревновательное время. И чтобы у всех у вас было хорошее настроение, здоровье, побольше вам радости и уважения к себе и к своим близким. Ну что, лазовцы, пока, держитесь вместе. Прекрасная и далека, не путь ко мне жестоко, не путь ко мне жестоко, жестоко и рог, от чистого и слуха, прекрасное и далеку, прекрасное и далеку, я ночи даю внук. Слышу голос из прекрасного даревка, он зовет меня в чудесные края, слышу голос, голос спрашивает строго, «А сегодня, что для завтра сделал я?» Прекрасная и далека, не путь ко мне жестоко, не путь ко мне жестоко, жестоко и рог, от чистого и слуха, прекрасная и далека, прекрасная и далека, я начинаю внук. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не грошу друга никогда, слышу голос и спешу, у нас уже встанет, по дороге, по дороге, на которой нет следов. Прекрасная и далека, не путь ко мне жестоко, не путь ко мне жестоко, жестоко и рог, от чистого и слуха, прекрасная и далека, прекрасная и далека, я ночи даю внук, прекрасная и далека, не путь ко мне жестоко, не путь ко мне жестоко, от чистого и слуха, прекрасная и далека. В прекрасная и далека, я начинаю внук. Субтитры создавал DimaTorzok